В то время как украинские военные продолжают одерживать одну за другой победы на фронте и заставляют бежать российские войска, настроение внутри Кремля, да и дворца нелегитимного, явно не радужное. В России уже раздаются голоса депутатов, которые призывают лишить Путина власти. А как известно, без его поддержки нелегитимному в Беларуси придется, мягко говоря, туго. Спасет ли Лукашенко в этой непростой ситуации его пресловутая многовекторность? Удастся ли переобуться в полете или подготовиться к поражению и возможному свержению Путина? Ну или хотя бы отстраниться от немощного теперь союзника? Горячий комментарий политолога Павла Усова. Что касается риторики, то скорее всего Лукашенко будет сохранять молчание, выдерживая паузу, чтобы оценить, как будет дальше развиваться ситуация. И безусловно, его политика бы внутренне, возможно, внешне изменилась бы, но только при одном условии, что российские войска выйдут из Беларуси. С тех пор, пока там будет оставаться российское присутствие полноценное, определенные группы вооруженные, мы до конца не знаем, в каком количестве, в каком составе, и что это за группы, Лукашенко не осмелится предпринимать никаких таких радикальных шагов, которые бы позволили и внешним игрокам, и внутри страны говорить о том, что ситуация для него кардинальным образом изменилась, и он ищет контакты, выходы на внешний мир, так как такие попытки будут сразу же встречены агрессивно со стороны Москвы, и, вероятно, будет оказано такое давление, при котором Лукашенко, по сути, будет поставлен перед фактом потери власти. Поэтому он будет осторожничать до самого последнего момента, пока стопроцентно не будет уверен, что изменение курса будет способствовать в какой-то степени удержанию и стабилизации его позиций. Потому что также нужно понимать, что особо его никто с распростертыми руками на Западе не ждет, и Украина к нему имеет массу претензий. У него выбора особо нет никакого, но в условиях, когда будет очевидно абсолютно для всех поражение России, она не будет в состоянии удерживать рубежи. Внешне Лукашенко будет ему свойственно искать возможности выжить в новых условиях. Но пока, насколько, когда это может начаться, мы связываем это непосредственно с тем, как быстро будут развиваться события на Украине. Я не думаю, что сейчас какие-то предпринимаются шаги, потому что любого рода такие шаги будут очень сильными раздражителями для Путина, потому что это будет проявление его слабости, неспособности удержать Лукашенко. И я думаю, что Лукашенко это чувствует, он понимает всю раздражимость и всю агрессию Путина, так как понятно, что Путин будет стремиться любыми способами удерживать власть внутри страны, чтобы ожидать, что какой-то произойдет переворот. Мы не можем, и Лукашенко здесь будет абсолютно осторожен. Потому что, еще раз подчеркну, сейчас ситуация критическая, и любые подозрения в отношении Лукашенко, что он намеревается найти для себя окно возможностей, немедленно вызовут определенную реакцию вплоть до его устранения. На сегодняшний день у Путина достаточно ресурсов внутри Беларуси, чтобы пойти по такому шагу. Плюс ко всему понятно, что если еще Лукашенко будут воспринимать инструментально на том же Западе или в той же Украине, вот рвать Белоруссию от России, то всех тех военнослужащих, высших должностных лиц, которые непосредственно участвовали в каких-то военных планах, операциях России, они будут восприниматься как преступники. Тем более, что будет понятно, что выставлены определенные ультиматы по отношению к Лукашенко, его так или иначе будут унуждать уйти на Западе, и та же Украина, потому что он воспринимается окончательно как преступник. Здесь у него возможности никакой лавировать нет, у него есть возможность просто обеспечить себе безопасный уход с должности, которую он захватил, и создать условия для транзита. Но психологически он также к этому не готов. Он будет пытаться всего лишь только манипулировать ситуацией, но только в том случае, когда будет ясно, что русский медведь окончательно прикончен. Когда он уже может поплясать на шкуры убитого медведя, тогда он сможет смело говорить, я же всегда был за Украину. Но пока медведь шаволится, пока медведь рычит, пока медведь отбивается, особенно в Беларуси, потому что внутри Беларуси ему не на кого опереться. Он уничтожил именно все те группы, всю ту прослойку, на которую можно было бы опереться в случае вот такого поворота событий. Он на это никогда не рассчитывал. Он уже после 2020 года окончательно предпочитал действовать в порваторе России, поэтому уничтожил в Беларуси все, что можно. А теперь остался на пустыне. Практически нет внутренних ресурсов, чтобы каким-то образом попытаться выстроить новую политику. Сценарий, при котором Путин удерживает власть, и после такой ситуации эта власть так или иначе распространяется на Беларусь, наиболее вероятен по причине того, что, как я уже сказал, если Лукашенко не увидит смерти этого медведя российского, если система устоит, то он не сможет не найти ни внутренних, ни внешних ресурсов, выйти из этой ситуации. Для него, в принципе, такой вариант наиболее комфортный, потому что в замыкании вот этого пространства, создание цельного тоталитарного пространства, его власть остается неуязвимой, потому что он, по сути, остается единственным союзником, геополитическим партнером, за счет которого Россия та же. Россия может демонстрировать, или Путин демонстрировать собственному электорату, что геополитические успехи есть. И Беларусь в этом случае будет компенсация потерь в Украине. И тут для Лукашенко, конечно, это будет зона комфорта. Зона комфорта, потому что он больше понимает, что на Западе никто его не ждет. Любые изменения в Беларуси – это крах. И сильная, устойчивая Россия – это, по крайней мере, какая-то устойчивость для Беларуси. Для него это наиболее приемлемо. Но только в том случае, если, конечно же, в России не начнется смута, как это обычно бывает после поражения. В войнах или распада импири. Безусловно, как только в России начнется распад системы, этот же распад немедленно начнется в Беларуси, потому что система авторитарная нашей страны, она связана экономически и политически с тем, что происходит в России. И как только произойдет условно антиавторитарная революция или даже реванш, потому что может быть еще и консервативная революция в том плане, что есть много тех, кто считает, что Путин и руководство России настолько проворвало, что они виноваты в провале в Украине. Поэтому нужно искать нового Сталина, нового вождя, делать Россию более коммунистическо-большевистской и отбиваться любыми способами от Запада, развязывать тотальную войну. Приход реваншистов власти в России вполне вероятен, более вероятен, чем антиавторитарная революция. Как раз-таки неудовлетворенность в плане надежд на великую Россию, она выросла. Там нет чаяния, там нет потребностей в демократических изменениях. Там есть исключительно одна доминирующая потребность сегодня – это великая страшная Россия. Вот представители таких, хотя там сейчас трудно и тех, и тех обозначить, и реваншистов, и демократов, там скорее все занимают ожидающую позицию и хотят вернуться в зону комфорта, которая существовала до 2020 года. Конечно, до 2020 года вернуться Россия не сможет, а даже если попытается, это приведет к турбулентности. И, безусловно, эта турбулентность перенесется на Беларусь, потому что единственным источником подпитки в Лукашенко была Россия. И система развалится в считанные месяцы после падения России или после смуты в России. Просто к этому необходимо готовиться. Необходимо, чтобы оппозиционные силы уже сейчас выработали единую стратегию, механизмы, чтобы эти механизмы были продемонстрированы, чтобы общество ясно знало, что и оппозиция, и общество должно делать в период этой турбулентности, если она наступит. Но такого плана, такой стратегии нет. Как поступить Лукашенко в этой непростой ситуации? Напишите свое мнение в комментариях. И не забудьте поддержать честные новости и аналитику лайком, и, по возможности, репостом.